Доброго вечера, мы из Украины. Я рада приветствовать зрителей наших каналов Гарри Юрий Табакова и моего Мария Максакова и в очередном и долгожданном выпуске программы «Американские горки». Гарри, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, прекрасная Мария. Рад вас видеть. Прекрасное время, я вас вижу чаще, и это здорово. К кликованию наших с вами, Гарри, подписчиков и зрителей мы сообщаем о том, что мы будем теперь выходить чаще, и у нас появилась задача. Сегодня у нас с вами, Гарри, выпуск номер 90. Если что в оставшиеся до выборов президента Соединенных Штатов уже 28 дней, мы должны выйти в рекордное количество раз, то есть 10 именно так. Ну и, соответственно, чтобы приблизительно к пятому числу, ну, наверное, может быть, даже сразу после того, как мы увидим хотя бы экзит-полы, мы вышли в сотый юбилейный раз. Будем стараться, будем стараться и продолжать нашу борьбу. И так, Гарри, я задаю свой каверзный вопрос, совершенно главное для вас неожиданный. Готова ли у вас горячая подборка свежайших американских новостей для нашей программы? Да. Да, я постарался, потому что следить за столько новостей, столько всего происходит, что это просто дуй захватывает. Ну, вот, например, в прошлый раз мы с вами говорили, что такая прекрасная у нас есть администрация, которая называется с таким красивым именем ФИМа. И вот задали вопросы, где деньги ФИМ? Потому что они сказали, что деньги кончились, выдали всем людям, которые там пострадали ужасно, 850 долларов, пообещали, Камал Харрис вот так вот с плеча дала. И выяснилось, что уже на этот ураган потратили они аж 4 миллиона долларов, то есть там АЗО встали. Посмотрите, несколько штатов, все смелись, дороги, дома, бизнесы, люди пострадали, погибли. 4 миллиона долларов в Америку. Видели, сейчас у нас идет, подходит второй шторм, они говорят, на второй шторм у нас нет денег вообще. То есть, когда на Камала Харрису, я даже не понимаю, кто у нее там, советники, кто... Опять же, это как в Пентагоне, каждый раз они просчитывают 3 миллиарда долларов сюда, 3 миллиарда долларов туда, для Украины. Непонятно, какие счетоводы у нас там сидят, должны они, наверное, сидеть в тюрьме. И вот туда прислали, значит, ФИМу, прислали ревизора. Там едет ревизор. И долго ревизору не заняло, то есть из этой же администрации, где он должен был выйти, и сказать, вы знаете, а я тут 8 миллиардов долларов нашел, которые вы куда-то занекали. Именно 8 просто, простите? 8 миллиардов. Понимаете, это какое-то странное число. То есть буквально 30 сентября, как вы помните, истекал финансовый год. А за несколько дней до этого Байден клятвенно пообещал, что выделит наконец-то на Украине все то, что проголосовал Конгресс. И он должен был просто фактически исполнить волю Конгресса. То есть, ну, вообще-то говоря, выполнить то, для чего он находится, наверное, на этом посту. И вы представляете себе, это же были снова эти самые 8 миллиардов. 8 миллиардов он нашел, то есть или они их куда-то заныкали и не хотели показывать, то есть американские люди, то есть на нелегальных иммигрантов. Это, опять же, это господин Майорка, это вот тот, который следит и обязан соблюдать границы. Это он возглавляет администрацию по National Security. И он говорил, что денег нет, и на границе все нормально. У него пытались республиканцы сделать ему импичмент. Это не прошло пару месяцев тому назад. И вот теперь у него где-то обнаружили 8 миллиардов долларов, которые он говорит, а он про них и не знал. То есть или они какие-то супер-супер коррупционеры и воры, или они просто не умеют быть администраторами, они не умеют быть лидерами. Они не могут проследить за тем, что происходит в стране и за финансами. Другая новость у нас. Маск, Аллан Маск, после выступления вместе с президентом Трампом в Пенсильвании, дал Такеру Карсону интервью. И он сказал, что если Трамп не выиграет, то ему капец Маску. То есть эта администрация ему этого не простит, и она его уничтожит. У него всегда были трудности с президентом Байденом, с его администрацией, потому что наше государство субсидировало конкурентов Маска. Конкурентов Маска, они давали деньги другим автопрому, чтобы они разрабатывали электромобили. А ему, то есть отцу, создателю электромобиля настоящего, они не давали. То есть он как бы в конкуренции участвовал с теми, кому помогает государство. Но это нечестно в Америке. И вот он с ними судился, и много чего он делал, но не получалось. Маленькую саморекламу позволю себе. Я настолько воодушевилась недавним появлением Илона Маска на релли у президента Трампа, что на канале появился клип, в котором я выражаю надежду, что не только удастся им осуществить всё задуманное, но и отправиться с миссией, теперь уже, как выяснилось, на Марс. Но когда я задумывала и писала эту песню, готовилась Артемис, то есть Артемида, миссия на Луну, и я надеюсь, что она тоже будет осуществлена. Да, это были такие планы у Маска, и они по-прежнему работают над этим, просто миссия откладывается, ну, на не такое уж долгое время, но вот сейчас опять недолго отложили. И таким образом я надеюсь, что и выражаю свою поддержку, конечно, космической программе Илона Маска, и предлагаю нам всем stay in love. Я согласен. Но посмотрим, конечно, он тоже, Илон Маск поставил, но он человек умный. А я вдохновился вчера, я ездил на его новом траке, вот в этом бронированном траке. Конечно, это какая-то с другой планетой машина, и совершенно другая культура езды, и гениально, гениально. Как конкурировать с таким, им надо будет очень серьезно поднапрячься, чтобы конкурировать с Илоном Маском. Вчера, я не знаю, наверное, эта программа выйдет на следующий день, после того, как мы ее записываем, то есть, значит, это будет позавчера. Это было 7 октября, был день траура, ни в коем случае не подумайте, что мы праздновали день рождения Путина. А был день траура, то, что случилось в Израиле, и где убили, и взяли в заложниках так много молодых, здоровых, красивых людей, которые как раз хотели показать дружественный жест палестинскому, так называемому, народу. Ну вот, что они получили в ответ, когда ты имеешь дело с крокодилами. Так вот, ожидаются дня на день, ожидают ответ Израиля, Ирана. Иран выпустил 200 палестических ракет на Израиль. То есть, это не предупреждение, это не показ силы, это не тестирование чего-то, это полномасштабная война, это объявление Ирана объявил полномасштабную войну Израилю. В это же время хуситы обстреляли наши корабли американские, сбили их ракеты, но все равно это явно они пошли во все-таки. И вот Израиль готовится, чтобы разбомбить их, разбомбить их ядерную программу, разбомбить их заводы, где они выпускают эти шахеды, разбомбить то, где Иран помогает России, и Россия этим убивает украинцев. И вот за место того, чтобы, значит, Украина и весь мир собрался и помог Израилю это сделать, а не критиковал Израиль, ну вот, к сожалению, Украина тоже выступила с таким, что, мол, Израиль не должен атаковать Ирана, должен найти их дипломатические, и должен, вот, то есть, то, что можно сказать и в сторону Украины. Зачем это делается? Почему так выступает Министерство иностранных дел Украины? Это не непонятно. Чего они этим добиваются, заместо того, чтобы быть союзниками, заместо того, чтобы собраться? Президент Трамп сказал, что он не допустит этого. Если он будет президентом, то он разнесет чертям собачьим всю их ядерную программу, что он и пытался сделать в тот раз. Вот, заместо того, чтобы всех консолидировать вокруг, почему-то идет вот такая антиизраильская, ну, израильтянам нельзя атаковать никого. Их можно атаковать, они, как и украинцы, имеют право защищаться, но ни в коем случае не отвечать. В принципе, у Украины были дипломатические отношения с Ираном до того, как во время войны уже, до того, как Иран стал поставлять России вот эти шахеды. Что-то не в порядке в украинских министерствах. Но еще лучше у нас Макрон заявил и потребовал эмбарго оружия за Израиль. Вот ни с того, ни с сего он взял и вот так вот вышел и говорит, надо эмбарго, нельзя, чтобы Израиль атаковал Иран и нужный эмбарго России. Ну, не так уж. А кто вообще ему готовит, какой министр иностранных дел, эти все призывы, в том, что еще имея в виду, что они не поставляли никогда Израилевое вооружение. Они, наоборот, поставляли Катару. Нет, они поставляли. Они поставляли оружие когда-то исторически. Поставляли оружие и есть у них. Ну, не так много. Это там мелочи. Но они поставляли и миражи. Было такое, чтобы израильтяне летали на миражи. А один раз Израиль в 70-е годы, по-моему, это было, Израиль заказал у них катера патрульные. Они их создали и потом отказались давать Израилю. Но в Рождество Христово французские моряки сели на эти катера, чтобы протестировать, прокатиться в заливе. Каким-то образом выехали из этого залива, вышли и уже никогда не вернулись. И уже причалили где-то в Хайфе. И все эти французские моряки говорили чисто на французском и на еврике. Вот такая тоже была. Да, было такое. Но Макрон не так уж много оружия дает. Ну и вы правильно отметили. Тут есть причина, почему я это сказал. Потому что за несколько дней до этого Катар сказал, что он инвестирует 10 миллиардов долларов в французскую инфраструктуру. Вот вам, пожалуйста. Вот что называется, как говорится, проституция. И он сразу же продал Израиль, свободный мир и борьба с терроризмом. Всего лишь стоят 10 миллиардов долларов. Кто им, какая-нибудь другая страна может быть предложит, 12 миллиардов или 11,5 миллиардов. И сразу же Франция будет тогда и даст оружие, миражи и так далее. Ну, короче, ну так же Макрон же говорил, что он и солдат пошлет в Украину, своих и миражей даст. Он говорит, Макрон у нас такой человек разговорного жанра. Но что Франция сделала? Франция депортировала сына Осама бен Ладна. Потому что уж очень богато он жил и выступал за Хамаса, за Хазбулу. Выступал. И, в общем, они говорят, то есть, мало того, что эмбарго он просит на Израиль, оружие для Израиля. Он еще посылает туда, обратно депортирует, заместо того, чтобы посадить его в тюрьму сына бен Ладна. Теперь еще одна проблема у Израиля, с которой Израиль должен будет заниматься. Вот, значит, Байден не рекомендует. Сначала он сказал, мы против того, чтобы Израиль бил по Ирану. Трамп вышел и сказал разбомбить их чертям собачьим всю их ядерную программу. Рано или поздно это надо будет. И это сейчас у нас есть возможность освободить иранский народ от этого. 50 лет, почти 50 лет они были преданы президентам Картера. И с тех пор иранский древний народ с древнейшей культурой персии мучается. Там также еще много и азербайджанцев мучаются, и турков мучаются под этим йоком, этих Айатол. И президент Трамп говорит, сейчас у нас есть возможность, когда они объявили войну Израилю, нашему партнеру, демократической стране. Мы можем собраться коалиции и долбануть по ним, и уничтожить, и освободить. Выступал у меня на канале выставлено, где выступает правительство Ирана в изгнании. Ближний Восток, колыбель цивилизации, богат историями о великих королях, пророках и философах. От Кира до Моисея и Ибн Халдуна наши народы дали миру одних из величайших визионеров. Лидеры, такие как Анвар Саддат, король Хусейн, Менахем Бегин, король Фейсал и мой отец, также взяли на себя миссию поиска мира для наших народов. Но вот уже 45 лет, как многие из нас, вынуждены жить в страхе. Страхе перед следующим террористическим актом. Страхе перед войной. Страхе перед экономической нестабильностью. Страхе перед ядерным шантажом. Это потому, что 45 лет назад моя страна была захвачена радикальным режимом, который стремится не только держать мой народ в цепях, но и экспортировать свою революцию в ваши страны и вашим народам. Режим в Тегеране несет ответственность за гибель сотен тысяч невинных людей, иранцев, арабов и израильтян, христиан, мусульман и евреев. Он способствовал атаке 7 октября. Он разжигал сектантские конфликты в Сирии, Ираке, Ливане и Йемене. Он пытается свергнуть Хошемитское королевство и делегитимизировать хранителей двух священных мечетей. Он использует палестинцев как живой щит. И теперь он поставил нашу колыбель цивилизации на грань региональной войны. И вот сегодня я прихожу к вам с посланием. Это не война иранского народа. Это война Али Хаминеи и его режима. Тираны в Тегеране прикрывают свое военное поведение иранским национализмом, но они не говорят от лица нашей нации. Преступления, которые совершил его режим против вас, наших соседей, являются вызовом для иранцев и наших ценностей. Для нас, иранцев, гордость за свою нацию и любовь к своей стране не означают ненависть, вражду или шовинизм. Макроимпериалисты неоднократно показывали, что не хотят, чтобы богатства Ирана тратились на разжигание войн, содействие нестабильности или финансирование терроризма. Иранцы не ваш враг. Это Исламская Республика, наш общий враг. Враг всех миролюбивых людей в нашем регионе, от какой бы нации они ни были или какую бы веру не исповедовали. Итак, я говорю вам, нашим друзьям на Ближнем Востоке, наш регион заслуживает гораздо лучшего. Но чтобы добиться успеха, сначала должен уйти этот режим, который держал нас в заложниках почти полвека. Ближний Восток слишком хорошо знаком с беспорядками и волнениями. Поэтому я понимаю, что вы можете бояться, что перемены приведут к хаосу. Но не бойтесь, мы не допустим власти вакуума после падения этого режима. Существует широкая коалиция патриотичных иранцев, дома и за рубежом, готовая вмешаться, чтобы служить нашему народу и установить мир с нашим регионом. Я сказал своим соотечественникам, что выполню свой долг. Я выступлю по их призыву, чтобы контролировать этот мирный переход к демократии и возвращение Ирана в сообщество наций. Мир – это не только реликвия истории и недалекая мечта. Это обещание, которое мы должны себе и нашим детям. Вместе мы сможем сделать это реальностью. Я хотела сказать, что Шахри Замфе Клеви регулярно участвует во всяких мероприятиях в поддержку Израиля. Приезжает регулярно в Израиль. То есть это не то, что случай, когда, знаете, безальтернативно как-то. Нет. Есть власть, которая была не то, что незаконно свергнута, а кроваво, военизировано и преступно, криминально просто. И есть человек, который представляет легальную, настоящую, подлинную власть, вообще-то говоря, находясь в изгнании. То есть есть кому и руку протянуть. Понимаете, что самое в этом во всем. Я знаю много иранцев и даже служил с иранцами. У меня служил, под моим командованием, служил летчик F-16. Он был рожден в Иране. Я еще тогда, помню, осмотрел, я его вызвал и говорю, ты билот F-16? Он говорит, yes, sir. Я говорю, а ты иранец? А как это у нас так получилось? Он говорит, вы родились в Советском Союзе. Вы меня спрашиваете, как получилось, что я летчик? Он отличается юмором, посмотрите. Он такой, да, пилот такой. Вы знаете, для наших зрителей мы сейчас сделаем, знаете, небольшую, как бы это сказать, прогулку вглубь истории. Маленький исторический экскурс. И покажем фотографии того, как выглядел Иран, Тегеран в частности, да и вообще, как красотки-модницы конкурировали с, знаете ли, лучшими нарядами, не знаю, парижанок и так далее. То есть, как действительно называли Тегеран вторым тогда Парижем или Парижем Востока. Поэтому это очень, мне кажется, важно понимать, что все это произошло достаточно недавно по историческим меркам. Ну, совсем, наверное, недавно, так надо сказать. 50 лет это мало по сравнению с великой историей Персии и Ирана. Поэтому, да. Это на моей памяти, точно так же, как и Бейрут. Бейрут – это была Равиера Лежнего Востока. И посмотрите, что они натворили там, когда исламисты взяли, захватили это же Хазбула. И вот когда, значит, Трамп выступил таким образом, то, конечно же, Байден дал немножко назад, сказал, ну, мы не против. Мы не рекомендуем, но мы не рекомендуем это. Ну, мы не против. Мы просто не рекомендуем. Вот такие у нас это. Мне просто удивляет, что Украина заняла сторону России, сторону Демократический парк, пытаясь сказать, что Израиль не должен это делать, а решать такие вопросы дипломатически. Хотя сама Украина, конечно же, в такой же ситуации пытается защититься. Что-то тут не так. И тоже такая интересная вещь у нас сейчас произошла, значит, в стране. Это то, что они не знают, вот к чему прицепиться к Трампу. Они не могут повесить, что это он не дает деньги теперь, когда уже эти 6 миллиардов не выдано Украине. Пообещали, и на следующий же день не выдали. В который раз. Они уже не могут ничего приклеить к Трампу, что он там, он уже встретился с Зеленским, сказал, что они договорились, что они поняли друг друга, потому что они будут это справедливо решать. Зеленский согласился. То есть они уже не могут сказать, что он отдаст Крым, как будто он отдал Крым, или как будто Крым сейчас находится под украинскими властями. Почему-то, да. И вот этот бред они могут. Так вот, Нью-Йорк Таймс напечатал, что это было подхвачено. Каспаров Роу подхватили. Что оказывается, в 2017 году Трамп советовался с Путиным про помощь Украине. То есть в 2017 году, как только он стал президентом, он советовался с Путиным. Первый день, что он сделал, это он снял эмбарго и вето, которое наложил Байден на летальное оружие для Украины, которое было выдано нашим Конгрессом, опять же, супербольшинством. Но Трамп это снимает и идет советоваться с Путиным про помощь Украине оружием, где Путин ему советует, нет, не надо никакого оружия давать, он уже дал. Не надо ему давать. То есть они не напоминают, что он уже дал. Они вот говорят, что в 2017 году он советовался с Путиным тогда давать оружие или не давать оружие. Каспаров Роу помнит все ходы на шахматной доске, а вот этот ход он не помнит. Он только помнит, что в 2017 году, хотя я думаю, что и не было такого разговора, это придумано, иначе бы мы все знали про него. Но тут сказается, что он советовался. Почитайте Жукова, почитайте воспоминания Жукова. Я помню, очень было здорово, потому что я в детстве, молодой, я решил почитать воспоминания Жукова. И там Жуков пишет, что прилетев на фронт, он сказал, а что об этом думает комиссар Брежнев. То есть Брежнев тогда был то ли полковником, то ли генерал-майором. По-моему, это еще полковник. И вот, командующий фронтом должен посоветоваться с Брежневым. Понимаете? Это все равно, что ты привезаешь там. А можно я вот с эфрейтором посоветуюсь? Потому что что он думал? Причем политрук. Какой оттожил миг фронт или еще что-то. Вот этот вот бред, и вот этот совковый бред они продолжают нести. Потому что люди думают, вот Брежнев. Жуков с ним еще тогда советовал. Поэтому у него орден победы, как и у всех маршалов был. Не тяп-ляп его. Видите, ну бред собак. И вот этот Каспаров вдруг забыл, что это эмбарго. И это и вето, которое было наложено Обамой и Байденом, снял Трамп в первый же день. И Украина получила оружие. Но он вспомнит только, что был такой вот у них разговор. И Путину вроде бы Трампу сказал, да не, не давай им, они будут попрошайничать, им все время будет мало и так далее. Зачем это сейчас они вытащили? Для чего? Мария, напомнись, какая плашка висела на сайте Госдеп, по поводу того, что Соединенные Штаты Америки никогда не признают аннексию Крыма по поводу того, что это международное преступление. И, собственно говоря... Трамп ввел санкции тогда, серьезные санкции против России. И Каспаров не помнит, что это как раз Трамп освободил украинских моряков из плена российского. Этого вот он не помнит. Вот эти ходы на шахматной доске он забыл. Зачем они это делают? Ну, неужели вот Соровская, эта отрава так действует сильно? Я не понимаю, вот это инфекция. Или это деньги какие-то сумасшедшие? Я не верю, что Каспарову нужны деньги, или слава, или еще что-то. И не верю, что он тупой настолько. Да, наверное, там некоторые гениальные люди, они им где-то дают, Бог что-то, он где-то в другом месте забирает. Но, видимо, он у него реально забрал какую-то часть мозгов и отдал их все на шахматы. Ну, тут хоть лошади уходи, ничего ты не можешь поделать. Дальше у нас еще один скандальчик, такой небольшой. Госпожа Клинтон, тоже когда-то против Трампа шла в президенты Соединенных Штатов Америки, была главой Госдепа, так же, как и Джан Керри, тоже когда-то выдвигалась в президенты Соединенных Штатов. И тоже был госсекретарем. Они сказали такую вещь. После выступления Трампа с Илоном Маском, они сказали такую вещь, что надо что-то делать с первой поправкой Конституции, иначе мы потеряем весь контроль. То есть, вот эта вот все болтовня, которая идет против них, ее надо как-то контролировать. Вот их болтовню против нас, это нет, это свобода слова. А вот против них, это они теряют контроль. То есть, они уже замахнулись на первую поправку. У нас вот так она уже, значит, там, американский флаг сжечь можно, а вот ЛГБТ-флаг сжечь нельзя, это не свобода слова. Вот мальчик в школе покрасил свой волк в черный, это не свобода слова. Во время игры в футбол вообще ничего не имел, ну, как бы смеяться над чернокожими. Это не свобода слова. Ой, господи, хаш, сжечь дома и сжечь полицейские участки Антифа и Black Lives Matter, это свобода слова. И вот они говорят, что надо поправить. Почему? Потому что вот этот экс, на который я призываю всех, пожалуйста, подписываться, потому что там мы можем выставлять некоторые программы, которые мы нигде больше не можем выставлять, потому что, опять же, свобода слова. И они, это намазка, это реальный наезд намазка, чтобы его заткнуть. То есть они готовы избавиться от нашей первой поправки к Конституции, потом, конечно же, ко второй будет это. И, по-моему, очень хорошую программу про это сделал Андрей Азаркин на радаре, сержант Азаркин. Я слышал, это хороший этап. И СНН, я не могу сказать, что СНН про Трамповское, но они вышли с таким заключением, что если Камала Харрис победит на этих выборах, это исторически будет беспрецедентно. Что они хотят этим сказать, я не знаю. То есть исторически это будет беспрецедентно не потому, что она чернокожая женщина или цветная женщина, потому что у нее она не африканских кровей, а просто потому, что она женщина, это беспрецедентно будет, если она выиграет на этих выборах. Или потому что она не должна выиграть на этих выборах. Это будет, в принципе, как беспрецедентно было и с Байденом. Потому что никогда в американской истории еще не было, чтобы президент переизбирался и на второй тур набрал больше голосов, чем в первый тур. То есть он... Вы имеете в виду во второй раз? Во второй раз, да. Больше, чем в первый раз. А Трамп набрал во второй раз на 10 миллионов больше голосов и проиграл чудаку, который ничего, кроме политики, не ел и сидел в пейсменте. И он был вице-президентом при Обаме, который не был так уж популярен, ну, как вице-президент. А сегодня Камала Харрис вообще была самая непопулярная вице-президент. Ну, о-о-о-о. Но Байден, видимо, понимаете, они, конечно же, злопамятные сволочи. Что нельзя сказать про Трампа? Что он не злопамятный? И он говорит, что он не будет никого судить, он не будет против никого никаких дел открывать, когда он будет президентом, потому что надо двигаться вперед, а это будет продолжение раскола. Байден, выступая на какой-то конференции, где-то выступая, он, в принципе, сказал, что Камала Харрис участвовала во всех его и принимала очень огромное участие во всех его решениях. выход из вот этого бегства из Афганистана, экономика, что, в принципе, она была главным водителем за рулем этого всего. То есть он теперь все свалил на нее. Помните, вы не... Ну, так, знаете, у артистов это называется, вот если вы такой какой-то прием берете у вашего коллеги, просто подсмотрели и начали сами пользоваться этим, ну, это как бы воровство каких-то таких, знаете, идей. И она начала говорить «first day in the office». Значит, я сделаю там то-то, то-то, то-то. Спрашивается, так вы уже четыре года in the office. Кто решал-то все эти годы делать то, что вы хотите? И как так вышло, что в результате вашего пребывания in the office у вас так все обвалилось? Экономика, миграционный этот весь процесс, кризис, вернее, и все остальное. Как это так вышло, что вот это вы все фактически были урулялась все это время? А сейчас вы говорите, что вам надо еще раз в офис, где вы все еще находитесь. То есть я хочу сказать, она и сейчас в офисе, она прямо сейчас может начинать что-то исправлять, даже не дожидаясь 5 ноября, в отличие от президента Трампа, который не имеет абсолютно никаких возможностей как-то проявить себя с точки зрения политического, административного ресурса. А Трамп уже проявляет себя. Дело в том, после встречи с президентом Зеленским через пару дней принц Эмиратов, Арабских Эмиратов прилетел к нему в гости в Мар-Ларго, и они что-то там обсуждали. И через день цены на бензин стали идти вниз. То есть они уже показывают, они хотят предвидеть. Я, конечно же, был в Саудовской Аравии, как вы знаете, меня там просто атаковали Трамп, 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 иранцы. Вот вы говорите, что это было красиво, а это и было красиво, и это осталось красиво. Если вы поедете в Грузию, в Тбилиси, вы увидите там очень красивых молодые пары, которые женятся. Причем свадебные юбки, я никак не мог понять, почему они короткие, такие выше колена. Это иранцы, это молодые иранцы приезжают, чтобы хотя бы свадьбу нормально провести. И они делают это в Грузии. А не быть завернутыми всем в мешок из-под мусора. Вот. И поэтому уже они реагируют на это. И арабский мир в том числе. Ну и господин Сталтенберг теперь уже у нас не секретарь, госсекретарь НАТО, он теперь у нас гражданский человек, и вы ни себе не представляете, как он стал смело говорить. Вот прям так, вух, 10 лет молчал, 10 лет, ни туда, ни сюда, ни хрена сделать не мог. А здесь он прям шашки наголо и прям вот вперед. Что он сказал в интервью? Он сказал, что надо замораживать конфликт по линии фронта и принимать Украину в НАТО. Что ты раньше не говорил, чтобы Украину принимать в НАТО надо? А здесь он все. Не, конечно же, надо Украину принимать, надо. Только не я. Как Камала Харрис. Что ж ты это не сделал, когда ты мог что-то повлиять на это, хотя он не мог влиять. И по линии фронта. Я, например, за. Вот за это я за. Полностью за. Я вам скажу почему. Потому что таким образом Курская область становится украинской. А мой дед был танкист. Он воевал на Курской дуге. И таким образом Курская дуга и Курская область будет в НАТО. Я не могу поехать на могилу у моего деда, потому что она в России находится. Но я уверен, что телепатически там у нас какая-то связь будет. Я вам скажу, дедуля, все, мы с тобой на одной стороне, мы в НАТО. Ты не просто так там бил фашиста из своего Т-34. Вот так вот. Ох, Курск. И вот и Курск будет в НАТО. Молодец Сталпенберг. Ну, жалко, теперь он ничего по этому поводу сделать не может, кроме как болтать. Все. Это тут у него обрезание по самое-самое, знаете, что. Раньше молчал. Вот они молодцы. Вот я люблю этих политиков. Вот молодцы. Как они так умеют? Ну, что же, он полон кипучей решимости, все, что я могу сказать. Ну, вот вдруг ни с того, ни с сего никто не ожидал этого. Вот никто предсказать этого не мог. Кроме нас с вами сразу же. Господин Бут, которого президент Байден обменял на баскетболистку-лесбиянку, которая за это же попала бы в тюрьму и в Америке. За то, что она пыталась наркоту провести через... в аэропорту. Это нарушение федерального закона у нас. Он ее обменял. И вот ни с того, ни сего. Кто мог подумать, этот Бут занялся опять. И теперь обнаружили, что он, оказывается, продает и поставляет российское оружие хуситам. Хуситы, которые бьют по Израилю и по нашим кораблям. Но я думаю, что не только хуситы. Уже в Бейруте нашли и корнеты и все остальное. И я думаю, это тоже не без него прошло. Здесь я немножко в теме. Вот иди предскажи это. Кроме... А вы говорили, Гарри, вы говорили это еще сразу просто. Были горькие прямо после того, как в СМИ написали об этом. Вы сразу это сказали. И в России тогда появились севернокорейские снаряды. То есть у него контакты-то остались все эти. Так работают террористы. У них есть контакты, они остаются. Принц Саудовской Аравии выступил в поддержку Израиля. Более того, у нас продолжается идти траур, продолжается у нас вот 7 октября были огромные пропалестинские, прохамасовские демонстрации и в Европе, и здесь. То есть диносорализация у нас не произошла. Диносорализация произошла в арабских странах, у нас нет. Так вот, принц Саудовской Аравии сказал никаких не то, что там демонстрации за Палестину или за Хамас или за Хазбулу, даже никаких упоминаний арестуют, посадят в тюрьму. Даже слова, чтобы не сказал никто. Нигде не печатали, нигде не упоминали палестинские еще не дай бог народ. Нету такого, он сказал. Вот это... Он абсолютно прав. Я вам хочу сказать, что вы же тоже говорили тогда, это много раз в программе упоминалось, о том, что сделка, которая была уже в ближайшей перспективе между Израилем и Саудовской Аравией была сорвана. В частности, вот этой террористической омерзительной атакой 7 октября. И, в общем-то, если так, ну, немножко еще, ну, так скажем, пофантазировать на тему того, что к президенту Трампа приезжал принц из Арабских Эмиратов, я думаю, что это все в преддверии того, что надежда на то, что эта сделка все-таки состоится, она, конечно, у многих присутствует. Это связывает, наверное, большинство как раз с возможным приходом Трампа в Белый дом. И таким вот образом на Ближнем Востоке воцарился бы прочный мир. Чего, конечно, не хватит один из... Ну, и Советский Союз никогда этого не хотел, иначе цены на нефть падают. То есть, когда там смута, когда там война, цены на нефть изжилились. Поэтому это, конечно, будет сильнейший удар по России и по Путину лично. Бразилия тоже много добывает, и они, к сожалению, пока еще дейфуют в сторону Прикс. И Венезуэла добывает тоже. Но все это все равно может решить Саудовская Аравия и Эмираты. И ОПЕК все равно сильнее. И, конечно же, Соединенные Штаты. Мы самые крупные, самые сильные. Если президент Трамп в течение года сможет выстроить опять ту же схему, систему добычи нефти и продажи нефти, то Россия, конечно же, будет. Это будет огромный, огромный удар по России. Я думаю, ее просто уже не будет в том времени. Я думаю, что она будет просто в какой-то другой форме, будем надеяться, в лучшей форме, чем... Или будет много разных стран. Может, 20, а то и больше. Ну, я не знаю, сколько, но это будет, я думаю, лучше для людей, которые там живут. И хорошая новость у нас что? У нас был такой раввин Ольтер-Рэба, наверное, самый известный, наверное, самый знаменитый. Его библиотеку, вот эту, которую украл Советский Союз. А, библиотека Шнерсона. Шнерсона, да. Рэб Шнерсон. И он очень такой известный, если бы это так перевести на христиан, он, наверное, святым бы был. Святой, то есть чудеса творил. И он много чего предсказывал, и много, такой правильный человек был. И у него есть могила, его могила находится, могила его отца находится в Казахстане, в Алмате. Моя бабушка рядом с ним похоронена, так я нашел свою бабушку могилу там. И я ее не знал, она умерла во время войны. А вот Шнерсон, он похоронен вот в Нью-Йорке. И на его могилу люди приезжают и пишут записки. Пишут записки, как к стене плача. И, в общем, там вот вот вчера там появился президент Трамп на 7 октября на эту годовщину памяти как бы второго холокоста на время приехал туда президент Трамп и, конечно же, все еврейцы возбудились сильно и сказали все, теперь Решнерсон на его стороне, все, значит, у нас все в порядке. Но я думаю, что библиотека будет возвращена в конце концов. Ну, теперь так. Когда-нибудь вернут, но это бандиты вори, они не действуют. Но мне понравилось, я вам скажу, что он читал молитву там президент Трамп и он это не делал там, как президент Байден. А он реально было видно, что он пытается вникнуть, пытается понять, что написано, понять, идею, понять смысл этой молитвы. Это было видно, потому что он спрашивает, и он смотрит, и он пытается это прочитать, а не просто, как, допустим, я просто промычать это все, где-то близко там, а что, чего, кто это знает. Поэтому, конечно, этот человек, он вникает в вещи, он вникает в детали, он хочет, он такой человек, он хочет понять детальные вещи. Вот, если кто когда-нибудь имел дело с Андреем Николаевичем Ларионовым, иногда с ним очень так тяжело иметь дело, потому что он хочет все детально вникнуть, разобрать, ну, все по волосинке, каждый камушек перевернуть, посмотреть, под, под, микроскопом, под микроскопом и миллион вопросов, миллион вопросов, потом возвращается опять, ты уже заползу, у тебя уже голова вот такая думаешь, но это примерно в ту сторону, Андрей Николаевич, вот в ту сторону, нет, это не годится. Вот, и вот Трамп также, он видно, что он человек деталей, что он вникает в разные нюансы, и вот из этого, то, что он пытался читать там, я сам знаю сам по себе, что я много раз пытался это прочитать, пытался понять, это сложные вещи, это такие, просто так с налета, с нахрапа на это не разберешься там. Что ж, тримаем острый? Тримаем острый. Разум до перемоги? Разум до перемоги, Мария. Слава Украине! Героям слава! Ам Исраэль Хай! Ам Исраэль Хай! God bless America! God bless America! And make America great again! Fight! Субтитры сделал DimaTorzok